Европейский деловой союз открыл в Москве торгово-выставочные павильоны. Участвуют страны мира и регионы России, в том числе Якутия, рассказывает Наталья Сазонова. Это здание в 90 тысяч квадратных метров является крупнейшим продовольственным агрокластером не только России, но и всей Европы. Неправительственная организация Евразийский деловой союз в рамках одного из своих проектов открывает здесь выставочно-торговые павильоны. Не только российских регионов, но и стран арабского мира и государств евро-азиатского пространства. Если смотреть с точки зрения развития бизнеса, у нас республика маленькая. Если организации хотят нормально развиваться, крупные, они должны искать новые пути выхода на новые рынки. В России самый большой рынок это город Москва. Соответственно, вот почему мы взяли курс на Москву. И те организации, которые у нас на сегодняшний день могут объемом производства покрыть потребности республики и экспортировать в Москву, они здесь представлены. Мы сегодня уже открываем наш павильон. Экологически чистая продукция у нас, и она очень востребована здесь. И каждый раз люди задают вопрос, а где мы можем купить вашу продукцию. Сейчас у нас постоянная действующая площадка, и все люди, которые захотят купить продукцию, могут сюда приехать и купить. Сейчас у нас здесь эти организации, производители продукции, они выступают под одним оператором торговым домом «Айгуль». Евразийский деловой союз сформировал у себя на своих площадках постоянно действующую выставочную площадку в течение года, которая будет действовать. И мы сегодня, Якутская республика, открываем свою тоже постоянно действующую выставочную площадку по Фуцити. Не всегда легкий путь из Якутии в Москву. Наравне со всеми регионами, ведь мы тоже производим свою продукцию, тем более она в год экологии, она настоящая, экологически чистая. Каждый из участников, среди которых была и Республика Корея, представил свою визитную карточку художественными номерами и видеороликами. А с информацией о регионе выступали руководящие лица. О Якутии собравшимся рассказал постоянный представитель Республики Саха Юрий Куприянов. Павильон Якутии, он не будет дешевый, но он будет вкусный. Он будет, естественно, много продукции, но он всегда будет экологически чистый, натуральный. И самое главное, проект Якутии будет всегда, это сделано и будет. Приглашаю в гости. Данный проект выводит торговые операции между странами и регионами на качественно новый уровень. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...